Всем привет. Это уже последний доклад на этом треке, поэтому я вас постараюсь долго не задерживать. Так, значит, вот ссылка на слайды. Если кто еще не зашел, можете открыть, потому что у меня, например, зрение плохое, я бы с последнего ряда ничего не увидел. Доклад будет о трансформациях кода. Если кто не знает, что такое трансформация кода, можете, ну, бабель по-любому все знают, да? Поэтому как бы будем говорить о примерно том, что умеет делать бабель и другие всякие штуки. Для чего это полезно, когда это можно применять и стоит ли применять вообще в принципе. Меня зовут Рома Лютиков. Я когда-то работал во Львове. Я даже видел здесь пару чуваков есть с моей старой работы. Привет. А сейчас я в Киеве работаю в компании от IndieFi. Вот, значит, что такое трансформация кода? Кто-то когда-то работал с бабелем, ну, даже просто использовал у себя. Все уже используют. А кто-то писал плагины под бабель? Вот один человек такой, типа, я писал. Вроде бы. Ну, в общем, значит, трансформация кода — это компиляция из одного кода, грубо говоря, в другой. Вообще суперпростыми словами. То есть это не только, например, компиляция там ES6 в ES5. Это, например, компиляция какого-нибудь языка типа Elm в JavaScript или еще проще — это компиляция любого системного языка в бинарник. То есть если вы что-то там на C написали, скопилили в бинарник, это тоже трансформация кода, по сути. Просто на другом уровне. На примере человека, то есть для того, чтобы это понять, например, у нас есть определенный текст на китайском. Мы как там украино-русскоговорящие, мы не понимаем этот текст, да? Поэтому для начала нам нужно перевести этот текст в свой язык, который мы понимаем, потом провести какие-нибудь трансформации с этим языком. Например, если бы мы работали там, не знаю, редактором статей на китайском языке, да? То есть мы сначала переводим в свой язык, который мы понимаем, что-то там делаем с ним, а потом переводим обратно, грубо говоря. Это тот процесс, который у нас происходит в голове. Также работают и компиляторы. То есть они берут код, который представлен как текст, трансформируют его в некоторое представление, которое уже программа это понимает, что она что-то с ним может сделать. Это представление называется AST. Потом она это представление каким-то образом манипулирует, и на выходе мы получаем уже другой код. Вот. AST расшифровывается как абстрактное синтетическое дерево. То есть если у нас вот есть такой код на джаваскрипте, да? Где тут? О, видно. Вот. То, когда компилятор проходится по тексту, то есть так же, как для нас китайский, для нас с вами китайский язык вообще ничего не значит, то для компилятора текст вообще ничего не значит. Ему нужна программа, которая вычитает этот текст и создаст, разберет его в какую-то структуру данных, которая для нас программистам может что-то означать. Типа там переменная, например, A, вот она здесь, да? Она будет описана как объект, у которого есть поле name A, у которого есть, например, поле reference на какую-то другую переменную. То есть это какое-то более такое вербозное описание вашего кода. И с таким описанием уже можно работать. Вот абстрактное синтетическое дерево вот этой вот маленькой программы будет выглядеть примерно так. То, что здесь вначале это неинтересно, потому что это входные точки, но оно доходит вот в variable declaration, вот он здесь начинается, и потом мы видим, что он ссылается на C, и он равен результату бинарной операции плюс между переменными A и B. Если там программа будет побольше, естественно, это дерево будет еще больше. И вот bubble-плагины — это тот код функции, который манипулирует вот этим деревом, которое представлено в виде джаваскриптовых объектов. По сути, оно просто обходит это дерево, меняет в нем какие-то свойства, а потом отдается это дерево в генератор кода, который генерирует новый текст. Вот. То есть, как я уже сказал, AST — это такое богатое представление вашего кода. Что с этим AST можно делать? То есть самое простое — это статический анализ кода. Он применяется везде. В IDE-шках, во всех абсолютно языках он есть. То есть для джаваскрипта, например, линтеры — это ESLint, самый популярный. Каждый раз, когда вы в редакторе что-то делаете с кодом, ESLint запускается, парсит это в абстратное ксинтетическое дерево, анализирует, находит какие-то ошибки и говорит вам о них. То же самое, например, ну не знаю, там взять, например, Java, да, тоже type inference. Все это происходит благодаря тому, что есть AST. Анализируется AST, находятся какие-то несоответствия в типах, вы получаете ошибку. Еще можно применять для рефакторинга, когда, например, вы используете какой-то фреймворк, вышла новая версия, нужно мигрировать API. Вы такие, блин, капец, опять все переписывать каждый месяц, но API меняется. Вот. Для этого можно использовать трансформацию кода, для того чтобы написать скрипт, который возьмет старую API и трансформирует ее в новую API. То есть понятно, что если у вас там, грубо говоря, один метод изменился в библиотеке, это просто можно там реплейсом сделать по всем файлам. Но если что-то более сложное, тогда удобно применять вот такую трансформацию, потому что она позволит сделать это безопасно. То есть она найдет именно те куски, которые там нужно мигрировать, поменяет их, учитывая все какие-то там ограничения или когда вы там оссайните, например, метод на переменную, потом этот метод где-то используете. Короче, когда это реплейсом просто так не сделаешь, нужно что-то посложнее. И манипуляция как бы AST, она вот в этом плане помогает. Но, естественно, для этого нужно сесть и написать этот скрипт, который этот код будет менять. Это тоже куча работы. Вот. Также форматирование кода. В JS сейчас вот это есть тулза Pritter, которая, когда вы нажимаете save, например, в редакторе, она по каким-то своим там пониманиям форматирует ваш код. Вот. Она это то же самое делает. Она впарсит ваш код, берет AST, потом проставляет там, точнее не AST, а CST. Разница между AST и CST. CST это concrete syntax 3. CST включает в себя описание того, где стоит запятая, например, где там пробел стоит, где стоит перенос строки и так далее. Вот. Благодаря этому Pritter, вот, он может форматировать ваш код. То есть там где-то перенести строчку, где-то еще что-то сделать. Кто-то использует, кстати, у себя Pritter? О, хипстеры. Вот. Ну и самое такое тоже простое, точнее самое основное, это оптимизация кода. То есть оптимизирующие компиляторы, там для JS это AglifyJS, да, вот. Или там, например, для C это там GCC, например, да, он тоже во время компиляции из C в бинарнике, он тоже производит какую-то оптимизацию. То есть он разбирает на AST, смотрит, где что можно оптимизировать, меняет это дерево и потом генерирует уже оптимизированный код. Вот. И сейчас мы разберем несколько примеров использования AST. Первый из примеров — это оптимизация кода. Одна из оптимизаций — это сворачивание констант. То есть если в вашем коде есть какие-то константные значения, которые известны на этапе компиляции, ну, нет смысла, типа, выполнять эти операции во время рантайма, да, если это можно посчитать в компайл-тайме. То есть если у нас есть, например, переменная A, которая равна 1, переменная B, равна 2, а здесь мы вычитываем сумму, то мы можем просто взять, применить эту оптимизацию, которая во время компиляции посчитает все и выведет. Вот. И оптимизирующие компиляторы, они… в них куча вот этих вот так называемых оптимайзинг пассов, проходов. В каждый проход происходит какая-то оптимизация. То есть их там очень-очень много. Можете погуглить Clojure Compiler Handbook. Я когда-то сидел, выписывал все возможные оптимизации, которые делают Clojure Compiler, и там дофига их. Они очень классные, очень интересные. Было бы классно, если бы Aglify.js это умел. Вот. Например, еще вот function call inlining. То есть если у нас есть какая-то функция, и она достаточно маленькая, например, или очень часто пере… точнее, не очень часто переиспользуется, то зачем нам типа иметь в рантайме overhead для того, чтобы вызывать эту функцию, если можно просто взять и тело этой функции вставить в то место, где она вызывается. У нас не будет вызова функции, у нас будет просто тело функции, по сути, здесь. То есть вот мы вызываем функцию, которая добавляет A и B. Вот здесь вот присваиваем ее к C. Компилятор прошелся, посмотрел. Ага, у нас здесь какие-то значения, вот эта функция вызывается. Окей, я просто подменю, ставлю тело сюда A и B, A заменю на 1, B заменю на 2. Вот. А дальше сможет сработать предыдущая оптимизация, которая, так как это уже константные значения, то она их просто добавит и все. То есть вы сразу… у вас сразу пропадает эта функция, пропадает вызов функции, пропадают лишние переменные, у вас остается уже вычисленное значение. Еще одна из оптимизаций, так называемое раскручивание цикла. Если у вас есть цикл, который тоже как бы имеет в себе какие-то константные значения, или который там, не знаю, ну скажем так, он динамически не меняется в рантайме, то его тоже возможно развернуть. Минус в том, что получается больше кода, но плюс в том, что вам не нужен какой-то код, который будет этим циклом управлять. То есть три команды подряд выполняются быстрее, чем цикл. То есть если у нас вот здесь от нуля до трех считаются, точнее от нуля до двух, и просто тупо вводится консоль лог, можно разложить это на три команды. Это, ну как бы, выполнение будет одно и то же. Вот. Ну и, как я говорил, есть уже, есть куча других оптимизаций. Можете посмотреть. А еще интересная штука, про которую я говорил, это рефакторинг. Вот здесь простой очень пример. Так называемый React код моды. Почему про React? Потому что, в принципе, трансформация кода для рефакторинга, ее начали использовать, как бы, стала популярной именно вот почему-то в React. Когда выходит какая-то новая версия React, и если там где-то в какой-то версии поменялась опишка, вот как я говорил, да, то часто команда React выпускает так называемые код моды. Это просто бабель плагин, который берет ваш код там на старой версии React и переписывает его на все опишки там новой версии. Вот. Один из код модов, например, если у вас есть… Ну, это не пример опишки, это один из код модов, который трансформирует компоненты, которые представлены как ES6 классы, в stateless компоненты, которые представлены как функция. То есть если у вас там есть компоненты, в которых ничего нету, кроме одного рендер метода, оно перепишет на функциональный этот компонент, да, на функцию. Из более полезного там есть… Вот, по-моему, недавно из React убрали create class, точнее перенесли его в отдельный пэккедж. И там, по-моему, уже зарелизили код мод, который берет все ваши компоненты, которые написаны на react.create class и переписывает их на ES6 классы. То есть это тоже довольно полезная штука, потому что это не сделаешь просто тупо заменой в редакторе, да, вот, а он типа возьмет все и перепишет. Ну, опять же, я сказал, что это как бы сейв штука, но все зависит от того, кто написал этот плагин. То есть все равно лучше потом пойти и проверить, что оно переписало ваш код. Потому что если автор этого плагина напортачил, то у вас как бы там будут ошибки. Вот. Другая такая более экзотическая штука – это расширение синтаксиса. То есть мы знаем, что вот мы можем использовать бабель для того, чтобы юзать фичи там ES2016, 17 и так далее. Например, async await. Ну, async await уже поддерживается там. Ну, в общем, какие-то фичи, да, которых еще нет в браузерах, но они нам уже нравятся, там классный синтаксис, удобнее использовать, мы хотим использовать, мы юзаем бабель. Вот. Проблема бабеля, точнее не проблема, это можно сказать даже преимущество, но иногда мы действительно хотим что-то использовать у себя на проекте. Мы знаем, например, что вот у нас есть там 5 человек в команде, я сейчас пойду им всем расскажу, все-таки скажут, да, это прикольный синтаксис, давайте его использовать, все согласятся. Но из-за того, что бабель не позволяет расширять его парсер, нет возможности добавлять свой какой-то кастомный синтаксис. То есть бабель работает поверх парсера, там есть парсер Babylon, вот, и его расширить просто так нельзя. Есть парсер Acorn, который типа расширить можно, но тоже очень плохо. Вот. Но это может делать свит.js библиотека. Что можно сделать? Вот, например, есть pipeline-оператор, которого еще нету, и вроде как в бабеле тоже вот до сих пор нету. Он позволяет вам вместо того, что там, грубо говоря, вкладывать вызовы функция в функцию, он может развернуть это вот в такую цепочку вызовов. То есть то, что слева, передается в то, что справа, и так далее по цепочке. Вот. Это очень удобная штука, например, просто тупо для чтения кода. Она ничего там быстрее не делает, просто так удобнее читать коды. Вот. Другой пример расширения синтаксиса, ну, это супер экзотический. Вот, например, если вы используете какую-то библиотеку для структур данных типа Immutable.js, можно сделать свои литералы для этих структур данных. То есть каждый раз не писать там или не создавать какой-то сниппет, можно сделать какие-то литералы. Но, опять же, для этого нужно, чтобы все понимали, что происходит в вашем коде. Ну, что если вы так пришли, типа, о, круто, сейчас я приду на работу, короче, сделаю в своем проекте, сделал, никто ничего не понимает, короче, приходится откатывать это все до зада или объяснять всем. Вот. Поэтому это такие, это штуки интересные, но как бы нужно аккуратно к этому относиться. Вот. Литералы можно сделать в свит.js, можно сделать, наверное, в аккорне, но я думаю, что в свит.js это будет намного проще. Мы пару таких литералов для структур данных как-то использовали. Ну, нормально. Прикольно было. Вот. Ну, как я сказал, есть аккорн, который можно попробовать расширить, ну, там нужно много кода писать. Есть Babylon, который, честно говоря, не знаю, как там с этим делом, но, по-моему, сложнее всего. Ну, и свит.js. Вот на свит.js, по-моему, проще всего такие вещи делать. Да, другая штука, которая, которая помогает, точнее, что позволяет сделать трансформация кода, это ahead of time компиляция. Другими словами, это все, что можно сделать на этапе компиляции, должно как бы вычислиться на этапе компиляции. Нет смысла в runtime отправлять то, что можно сделать на этапе компиляции. Вот. И для JS есть одна единственная тулза, которая это делает и делает как бы не частично, например, как вот я показывал оптимизация, которая там константы складывает или еще какая-то оптимизация, а это прям такой типа general purpose оптимизатор, который берет всю вашу программу и выполняет ее статически во время компиляции. По сути, prepack – это интерпретатор джаваскрипта, написанный на джаваскрипте. То есть понятно, что его там шипить в браузер не нужно для того, чтобы интерпретировать джаваскрипт в браузере. И он это делает долго. Но чем он занимается? Вы скармливаете ему свою программу, он ее выполняет, и в это время, пока он ее выполняет, он трекает все референсы между переменами, между функциями, и все это складывает в хип, такой же самый хип, как в джаваскриптовом движке. И когда все возможные пути исполнения этой программы подходят к концу, он берет хип и просто делает с него дамп. Он выплевывает вам весь код, который нельзя выполнить без знания каких-то там значений переменных. То есть весь код, который динамический. Все, что статически, он вычисляет. То есть если вы используете, опять же, иммутабельные структуры данных, если у вас есть вызов, например, иммютабель.list, передаете туда массив, то он этот вызов превращает сразу в тот объект, грубо говоря, который вернул бы этот вызов в рантайме. То есть он его вычисляет до того момента, пока дальше уже ничего с ним нельзя сделать. То есть грубо говоря, если у вас будет программа, которая там выводит в консоль иммютабель.list со значениями, припак вам вернет просто консоль.log и этот список. Он уберет вообще весь иммютабель.js, библиотеки не будет, ничего не будет, останется только этот именно вызов, который зависит от рантайма. Все остальное, то, что в компайл-тайме не нужно, оно уберет. Вот. Эта штука используется для React Native для того, чтобы ускорять время старта. Потому что в React Native как бы там есть JS, есть Native, да, JS там вроде как в отдельном потоке, но все равно он забирает много ресурсов, особенно когда вы кучу библиотек используете, и когда он стартует, это все начинает загружаться, вычисляться. Вот. И они используют это в React Native для того, чтобы ускорять просто время старта приложения. Минус припака в том, что он может вам выпрыгнуть больше кода, чем вы дали ему в некоторых случаях. Потому что он делает тоже разворачивание цикла, все это, а это как бы уже больше кода, да. Вот. Поэтому после припака еще нужно на него какой-нибудь минифайер накинуть, для того, чтобы он это все минифицировал. еще один минус в том, что припак вряд ли когда-нибудь получится нормально использовать для веб-приложений. Потому что так как это интерпретатор, ему нужно знать обо всем, что происходит. То есть если у вас есть просто вычисления, математические, грубо говоря, вызов функций, операции какие-то, он это вычислит, потому что это известно. Если у вас есть обращение к каким-то веб-апишкам, то есть это обращение, грубо говоря, во внешний мир, в какой-то там API браузера, он об этих API не знает. И для того, чтобы он знал, что примерно может вернуть это API, припаку нужно прописать. Вот есть такая API у браузера, вот она делает то-то и может вернуть такие-то штуки. Тогда припак поймет и он сможет дальше продолжить выполнение. А из-за того, что в браузере много всяких API и везде они работают по-разному, вот, то как бы это, ну, не знаю, может кто-то соберется и напишет, опишет все возможные API внешние, все-все-все, для того, чтобы можно было компилить нормально веб-приложение. Но, например, я пробовал запускать там на рабочем проекте, мне пришлось вот все взаимодействия, например, с домом выносить вне приложения. То есть это был какой-то типа вызов там window. дай мне эту ноду и помечать для припака, что вот эта вот функция, она типа внешняя, не трогай ее. То есть если у вас там, например, каких-то компонентах в том же реакте есть обращение к дом нодам, когда вы там, не знаю, подключаете jQuery плагины, это не будет работать. Оно сразу свалится, это, короче, нужно обходить руками писать. Поэтому эта штука крутая, но с такими, с кучей минусов. Вот. Помимо того, что это AOT-компилятор, у него есть еще интересная фича, так называемые процедурные макросы. Что такое макрос? Макросы — это манипуляция кодом, та же трансформация, но в отличие от бабель, например, плагинов, когда ваш плагин, он проходится вообще абсолютно по всему коду. То есть у плагина нету скоупа. Вы можете трансформировать в любой точке программы код. И это в некоторой степени как бы небезопасная штука и неоптимизированная. То есть каждый раз, каждый плагин проходится по всему коду. Вот. А макрос — это та же трансформация кода, но она локализированная, потому что вы его используете прямо у себя в коде, запускаете этот макрос только на той части кода, которая вам интересна. Поэтому он получает только кусочек АСТ и только над ним работает. Это все происходит быстрее, ну и, естественно, безопаснее, потому что нет никакого шанса, что вы измените какую-то другую часть программы. Вот. И процедурные макросы в припаке происходят следующим образом, как они работают. У припака есть, ну, это такой, скажем так, примерный код. на самом деле он немножко по-другому выглядит, но смысл тот же. То есть когда в припак вы забрасываете свой код, он на этапе компиляции дает переменную, которую мы назовем там подчеркивание, подчеркивание, припак. То есть таким образом вы можете знать, что когда вот этот вас код в интерпретаторе исполняется, с помощью этой переменной вы можете знать, что именно вот в этот момент происходит компиляция в припаке. То есть в данном случае когда будет интерпретироваться в припаке, это переменная будет true. И тогда мы можем написать такую функцию, например, когда у вас есть папка там, не знаю, с JSON-файлами или с картинками, и вам, например, было бы удобно в compile-тайме вместо того, чтобы взять руками там выписывать имена этих файлов, например, для того, чтобы их подгрузить потом при старте аппликейшена, можно в этом процедурном макросе написать там Node.js функцию типа fs, там, зарекварить модуль fs, сказать, вот, типа, прочитай мне все файлы из этой папки, верни их, как, например, имена файлов. Вот. То есть когда припак будет выполнять этот код, вот эта функция, которая содержит в себе там чтение файлов через Node.js, через Node.js ну, опишку, он прочитает файлы, вернет какой-то, например, массив с именами файлов, так, и вот мы здесь в нашем коде дальше вызываем, то есть это все в одном файле. Ой-ой-ой, вот это я сейчас зафигачил. Вот. Вот. И он как бы возвращает. И когда она уже скомпилируется, мы получаем вот это вот. То есть наша функция, которая вычитывает из файловой системы, она пропала, потому что она не нужна, в ней ничего не происходит, кроме того, что выполняется код на этапе компиляции. И так как эта функция здесь вызывается, она подменяется на результат выполнения, чтения из файловой системы. То есть таким образом можно автоматизировать какой-то как бы интеракшн с файловой системой, да. Вот. Дальше это тоже как бы относится к макросам, но немножко другое применение. С помощью макросов можно создавать какие-то абстракции, которые более полезны, ну, как бы не более полезны, а более высокого уровня, ну, например, какая-то библиотека, которая делает кучу вычислений, например, да, или там, например, тот же CSS и JS, который там в рантайме начинает парсить, там парсер в браузере, это вообще дичь. Вот. И с помощью макросов можно сделать макрос, который будет все эти вещи, которые без него происходили бы в рантайме, все это выполнить в компайл тайме. То есть вы получаете хорошую такую высокоуровневую абстракцию без никакого оверхеда с помощью макроса. То есть я так назвал domain-специфик оптимизации. То есть у вас есть какая-то библиотека и конкретно для нее вы можете написать макрос, который будет оптимизировать именно все штуки, которые делает эта библиотека. Вот. Есть, например, бабель плагин привал, который просто берет и тот код, который выскарбливаете функцией привал, запускает ее в Node.js во время компиляции. Как это происходит? Где моя вода? Вот. Ну, понятно, что там импортируете функцию привал, вот, а потом через template-literal, то есть строкой вписываете какой-то код, по сути, вы вписываете туда внутрь джаваскриптовый модуль, который экспортирует какие-то значения, неважно. Это, например, вызов той же функции, которая читает из файловой системы. Вот. Происходит то же самое. На этапе компиляции код, ну, он уже выполняется не в интерпретаторе припака, он уже выполняется в Node.js. Он вычитывает из файловой системы и что-то там возвращает тот же список, например, да? Вот. Плюс этого плагина в том, что вам не нужно использовать припак, который, скорее всего, поломает ваш код. То есть, эта штука именно вот для того, чтобы там работать там с файловой системой или делать какие-то вычисления во время компиляции. Вот. Но она такая суперспецифичная. Тем более то, что вот это вот нужно писать какой-то модуль, экспорт, ну, такое странное, типа, хак. Вот. Поэтому придумали другую штуку и назвали ее Bubble Macros. Это как бы, это Bubble Plugin, который позволяет вам менеджить все ваши другие Bubble Plugins без настроек. То есть, вы один раз его подключаете у себя там, не знаю, в Bubble RC, например, и все остальные плагины, которые вы с Bubble знаете, вам не нужно уже вписывать в Bubble RC, а вы используете как макрос. Но при этом каждый из этих плагинов, он должен экспозить этот макрос. То есть, там есть определенный стандарт описания этих макросов. Вот. То есть, первое, то, что вам не нужны больше конфигурации для Bubble Plugin. Вот. И Bubble Macros используются именно для оптимизации в библиотеках. То есть, если у вас, опять же, есть какая-то библиотека, которую вы там шипите, за опенсорсами. Вы можете сделать так. Вот вам, пожалуйста, короче, вот это, если вы не используете Bubble, вот вам вот эта библиотека. Используйте ее, но у вас будет в рентайме оверхед. Если хотите, короче, убрать этот оверхед, подключайте Bubble, и вот, из меня рядом лежит макрос, который вам это все прикомпили. Вот. Опять же, это… А, еще большой плюс макросов перед, как бы, в сравнении с Bubble Plugin. Bubble Plugin, он существует отдельно, и вы как бы не видите его. То есть он прошелся по коду, что-то поменял, а макросы, они, как обычные функции, импортируются из библиотеки. То есть вы сразу можете заметить и расширение у этих файлов макрос. То есть вы можете увидеть, что здесь в коде, ага, вот здесь вот импортируется функция какая-то, какой-то макрос. И это хорошо еще тем, что, когда приходит новый человек, вы ему говорите, что вот, у нас используется Bubble макросы, иди почитай, что это такое. Но для того, чтобы потом понять тебе, где в коде они используются, тебе не нужно там смотреть, там, где какие Bubble плагины подключаются. Ты увидел в коде, ага, вот здесь импортируется Bubble макросы. Значит, это какой-то макрос, значит, он что-то делает. И, значит, его будет дебажить сложнее, потому что макросы очень плохо дебажатся. Вот. То есть, да, опять же, это локализированное изменение кода, значит, быстрее, значит, проще, значит, безопаснее. Примеры. Опять тот же CSS, NGS. Такой библиотеки нет. Это выдуманная библиотека, но они все похожи, они все одинаковые, для некоторых уже есть макросы. То есть мы импортируем макрос CSS, и примерно синтаксис повторяет все CSS, NGS библиотеки. Мы здесь вот пишем строкой в литерале, да, там color black, это статическая строка, и font size, а здесь мы уже делаем какое-то динамическое вычисление. И давайте предположим, что у нас макрос может сделать. То есть мы можем, в принципе, этот код как бы отправить прямо в рантайм, и у нас будет там парсер в рантайме, который будет проходить по этому коду, парсить его там, вставлять его в дом и так далее. Это все напряжно. Вот. С другой стороны, если это был бы макрос, то он бы в compile time мог бы вернуть нам такой код. Что здесь происходит? У нас есть определенная часть этой строки CSS, которая является статической. Например, вот это вот color black, да. Поэтому имеет смысл эти статические данные вынести в файл, прямо записать в файловую систему и подключить их с файлом со стилями уже на странице. Таким образом, все, что у нас статический, весь CSS, который у нас статический, мы выносим в обычный CSS файл. Вот. Это может сделать этот макрос. Он может собрать все статические части, записать их в файловую систему и так далее. Все, что динамическое, мы оставляем здесь вызов какой-то функции, сгенерированный класс name для того статического CSS, который будет лежать в файле. И та динамическая часть CSS, которая должна, которая зависит от каких-то динамических перемен, которая в рантайме будет меняться. То есть у нас там переменная base может иметь разное значение, правильно? Поэтому имеет смысл вот эту штуку оставить для рантайма. Другой пример — это функциональные вот эти вот react-компоненты с состоянием. То есть в реакте есть одна боль такая. Если вам нужен компонент со состоянием, вам приходится писать класс. Вы пишете класс, extends, метод render, конструктор, супер, the state, бла-бла-бла. Короче, это все очень долго и напряжно. Вот. Опять же, с помощью bubble-плагина там или макроса можно сделать тот же компонент с состоянием. Он будет отличаться только тем, что у вас будет какая-то договоренность, что вот, как обычно, первым аргументом будет приходить объект props, вторым аргументом — контекст, а дальше уже начинается магия. Третий аргумент — это будет вот здесь вот вычитывание из стейта, и его дефолтный параметр — это его initial state этого компонента. А четвертым, например, будет set state. И все. То есть, а во время компиляции это все превратится в обычный ES6 класс, который вы писали бы руками. Есть одна такая штука, о которой часто упоминают, что вот зачем мне писать этот плагин, который каждый вот такой вот, вот такую вот штуку будет разворачивать в ES6 класс, когда я могу написать одну функцию, которая будет принимать там какой-то компонент, как-то его модифицировать и возвращать. Ну, то есть смысл в том, чтобы сократить количество кодов. Потому что на такую каждую конструкцию будет разворачиваться ES6 класс, и как бы вот это генерирование кода, оно потенциально создает, как бы, ну, разрастается ваш бандл, да, потому что на каждый такой компонент будет возвращаться ES6 класс. А так мы это обернули функцию, у нас есть только одно место, где этот ES6 класс генерируется, и все. Но это неправда, потому что есть такая штука, как Gzip, и Gzip все одинаковые паттерны, он минимизирует их до нуля, да. То есть из-за того, что у нас есть генерация кода, которая генерирует постоянно по одному и тому же паттерну с единственным различием, то что там могут разные значения приложить, то в Gzip это все как бы убирается. Поэтому это не проблема. Вот. Ну, подходим уже к концу. Другие примеры, на которых можно использовать. Самое банальное – это JSX, который уже есть, да. Например, прикомпиляция кверей для GraphQL. Тоже, по-моему, для этого макроса уже есть. То есть в GraphQL там через литерал строковый тоже описываются квери, и там есть определенная часть, которую нужно как бы так прекомпилировать для того, чтобы разобрать эту квери на какую-то структуру, которая потом выполняется. Вот. Для этого вот можно использовать compile-time трансформацию. То же самое SQL Builder. Если у вас, например, используется in-memory база данных, если у вас, например, на Cardo'е там приложение, или на React Native приложение, или вы просто юзаете in-memory базу данных в вашем веб-приложении. Вот. Обычно, когда вы там создаете, ну да, и для схемы, для базы данных. Когда вы создаете, например, квери, то в JS как бы стандартно это вызовы чейном, да. Типа там where, следующий вызов через точку там find, следующий вызов через точку еще чего-то. То есть каждый из этих вызовов, он там генерирует какой-то объект, возвращает. А смысл это делать, если обычно все запросы в базу, они статические. Ну, может быть, зависят от каких-то переменных, которые в них приходят. То есть, опять же, можно написать макрос, который все это возьмет и выполнит это, как бы, вернет то, что в runtime этот запрос мог бы выполнить. Ну, имеется в виду не выполнить сам запрос, а развернуть его в тот объект, описание, например, этого запроса. То же самое для схем базы данных. Когда вы создаете схему, вы обычно, опять же, в JS это все делается через вызовы. Вы вызываете функцию, то она возвращает такой-то там поле, там, айдишка, референс какой-то и так далее. Это все тоже можно сделать. А потом еще на основе, так как вы получаете статическое описание схемы, на этой основе можно там еще и квери сгенерировать. Ну, короче, если сидеть и писать, то можно написать много чего и все заоптимизировать и настолько заоптимизировать, что там ничего не понятно будет. Я думаю, что… А, да. В общем. Штука — это полезная трансформация кода. Она дает какие-то преимущества. То есть можно писать более такой высокоуровневый код. Можно стараться писать его так, чтобы все вот эти вот оверхеды, они убирались в компайл-тайме. Но опять же, большой минус, что вот нужно прям понимать и быть уверенным в том, что все в вашей команде понимают, что происходит. То есть на это нужно время для того, чтобы подучиться. Если ты сам в проекте, вообще супер. Все, что хочешь делать. Главное потом свалить, пока другие кому-то передашь этот проект не увидели. Все, спасибо. Окей, давайте стартовать испытанием. Нам должно быть два подарка за два самые лучшие вопроса. Да, у нас есть подарунки на питание. Мотивация. Мотивация. Пытание? Спасибо за доклад. Скорее не вопроса, типа альтернатива для трансформации таких вот простых, типа как с файлами, да, список файлов, которые уже есть в папке. Вместо того, чтобы импортить их в файле, там всякие плагины, подключать и прочее, если используется вебпак, то можно вебпаке делать это все дело. То есть определить какую-то переменную, типа вебпак-дефайн файлс и через вебпак-плагин заменять его. Учитывая то, что как бы вебпак это сейчас типа стандарт, тогда да. Но в принципе это такой типа, вебпак это такой странный бэкэнд для вашего кода с кучей каких-то лодеров и так далее. То есть это такой, это не general purpose, это не обобщенное решение, скажем так. То есть это специализированная как бы штука, причем это находится в бандлере, который это делает. Ну вот это так. Специализированная чем closure compiler? Не, я говорю, что вебпак специализированная для этого. Ну то есть есть какие-то вещи, которые они типа обобщенные, и за счет того, что эти штуки обобщенные, они очень хорошо между собой композятся, поверх этого можно строить инструменты и так далее. Вебпак, ну он типа, я же не говорю, что он плохой. Но в этом плане, конечно, да. Эту простую задачу лучше решить с вебпаком, потому что скорее всего у вас на проекте будет вебпак. Если нет, тогда по-любому вы юзаете бабель и можно какие-то макросы. Если нет, делайте какой-то скрипт, который будет потом файл модифицировать. Файл модифицировать. Играю попытки. Да. Ну а что, так тоже можно? Все. Все было сразумито. Ну скажем так. А я уже все сказал. Ну да. Не, можешь повторить, что все услышали. Не будет ли проблемой то, что написание вот этих макросов, скриптов и так далее будет сложнее, чем написать сразу код правильно? Я говорил, сложнее будет дебаг именно самого макроса. Я все туда вкладываю. Ну да. То есть тот код, который будет именно выполняться в компайл-тайме, который будет там менять твой код, это будет дебажить сложнее, потому что это типа ошибки будут в компайл-тайме какие-то вылетать. Вот. Да, это будет дебажить сложнее еще, потому что у тебя в редакторе один код, а по сути у тебя в рантайме другой код. Но то же самое с бабелем. Ну типа все там arrow function, они там обертки какие-то вокруг них, это все. То есть зависит все от того, насколько большой разрыв между тем кусочком кода, который написал, и в то, что оно типа генерит. Если там, вот грубо говоря, async await или генераторы, они же компилятся в стейт-машину. Да, такой здоровенный кусок кода. Вот это сложно реально дебажить. А вот эти вот какие-то маленькие штуки, ну да, ну по-любому сложнее, это по-любому не так типа просто и быстро, как дебажить тот же код, который ты написал. Теоретически можно вообще свой язык написать на этой штуке. Да, да, микрофон. У меня вопрос еще. Смотрите, вот продолжение к вопросу, не знаю, как его человека называют. То есть бабель дает возможность генерить source map. Есть что-то подобное для вот таких вот макросов? Возможность генерить source map, который по сути вам даст возможность дебажить ваш код. Это же бабель макрос, это тоже плагин для бабеля. То есть он автоматом это делает? Да. То есть это просто, это плагин для бабеля, который менеджит все остальные плагины. Окей, второй вопрос. Так как все проходит через бабель, типа source map и есть, да. И, кстати, тоже для дебага типа source map. Второй вопрос, ну не знаю, какой-то real use case. Вот для чего это нужно на реальном каком-то проекте? Скажем так, для JS эта штука суперновая, поэтому прям таких strong use case, которые юзают везде, естественно, нет. Самый сейчас распространенный use case это именно CSS and JS. Потому что есть overhead в рантайме и с помощью вот этого, когда выносят статическую часть в файл, динамическую оставляют, это есть. Вот. Это прям супер распространенное. Какие-то остальные штуки я так не думаю. Еще один вопрос. То есть получается, что ты доверяешь разработчику плагина и доверяешь, либо доверяешь разработчику этого макроса. И это суперновая штука. Все, что она делает, она может вернуть тебе, допустим, 10 файлов как-то закешить там или как статические данные, и ты этому доверяешь, но в какой-то определенный момент у тебя появляется, допустим, 11 файл. Вот я, мне как-то неудобно доверять вот какому-то макросу. Ну, то есть как бы… Я понимаю, да. Но ты же доверяешь каким-то библиотекам, которые ты из NPM оставишь? Ну, как бы да. Ну, типа доверяй, но проверяй. Ну. То есть это такой же код, но немножко по-другому работает. И по-любому нужно пойти и посмотреть, что он делает. Все? А, да, 10 тысяч звездочек. По-любому ни одной баги. Я правильно понимаю, что тебе приходилось использовать? То есть ты пишешь макросы на реальном проекте и используешь? На JS? Нет. Следующий вопрос был, не приходилось ли, вот если ты все написал, не приходилось ли потом жалеть об этом? Или ты успевал всегда убежать? Ну, скажем так, вот этот плагин для вот этих компонентов функциональных со состоянием я использовал нормально. Ну, потому что я его написал, я уверен, что там типа норм. Я знаю, как он работает. Но опять же, из-за того, что штука супер новая, я же не говорю типа идите юзайте. Ну, что вообще? Просто смотрите, потому что эта штука прикольная и возможно типа в ближайшее время там, ну, то есть где-то там в затворках ищу это create-react-up, там типа серьезно обсуждают то, что вот давайте сделаем поддержку в обильмакросов. Но это тоже очень так обсуждение идет непонятно куда, потому что все-таки эта штука супердикая для джейса. И поэтому, ну, вот, неизвестно, но интересно. Еще один вопрос. Я хотел уточнить. Сейчас вот в ангуляре четвертом тоже вышла вот эта поддержка аот, то есть ahead of time. Потому что все время всплывал там реакт больше, я так понимаю, что вы работаете больше с реактом. Ну, да, просто так получилось. Мне может, мне интересно просто, как это работает в ангуляре, потому что глубоко не разбирался. Хотел бы я знать. Но я насколько знаю, что в ангуляре там несколько, скажем так, специфичных, то есть, ну, аот компиля, аот пассов, которые именно делают вот какие-то штуки. То есть он там берет, если у вас есть статический темплейт, насколько я знаю, он типа его компилит так, что вот он будет быстрее работать за счет того, что невозможно никаких динамических штук с ним сделать. Ну, я знаю, вот в Кложе компайлере есть несколько пассов именно для ангуляра, которые оптимизируют именно ангуляр. И для полимера есть. То есть там тоже какие-то аот вещи, но я же работал бы и сказал бы, так не знаю. Например, вот Glimmer есть. Это движок для рендеринга в Embry. Вот. У них там тоже есть, по-моему, то ли аот, то ли что-то такое. Там тоже идет разделение на динамические темплейты и статические. И если он знает, что вот этот темплейт статический, то он его будет выполнять каким-то другим. Ну, там вообще хитро, у них какой-то байткод там. То есть они прям в браузере типа выполняют байткод темплейтов, что очень страшно. Вот. И за счет того, что этот темплейт статический, они его выполняют там какой-то другой частью движка, который будет быстрее работать. Ну, это тоже, наверное, как-то типа часть аот компиляции.